Всем привет! С вами Игорь. Сегодня по просьбам подписчиков покажу свой тепловой насос в работе. Как он работает. Я выписал вопросы, которые мне часто там задавали. Например, по шуму. Какой он издает шум? Ну, шум есть. Шум есть. Я не могу сказать, что его нет. Компрессор издает как бы курчание такое низкочастотное. Потом сам насос, который перекачивает скважины в скважину тоже. У вас всех есть насосы скважины, да, центробежные. Вы знаете, как они работают. Как они шумят. Поэтому, ну, не советую я вам ставить его где-то в жилых помещениях, в доме. Ну, если в доме, то надо какая-то, чтобы была подсобка там отделена от жилых помещений капитальными перестенками. Чтобы там были двери, герметически закрывались. Или лучше всего в подвале его поставить. В подвале был бы идеальный вариант. Его и не слышно там, и не холодно. Там не замерзнет ничего. Вода не замерзнет. И там и скважины можно сделать. Вот. Ну, некоторые на улице ставят. Я видел такие примеры. Ну, на улице вода может замерзнуть в системе. Ну, там свои будут проблемы. Вот. У меня он на веранде стоит. Это неотапливаемая веранда. Дом за стеной. Там теплоаккумулятор стоит за стеной. Там про теплоаккумулятор, про всю систему, как сделать это все. У меня есть на канале видео. Кто не видел, то там есть подробная инструкция, как это все сделано. Как его самому сделать. Сделать его не сложно. Я вам так скажу. Может кто-то так смотрит. Тут много всяких термометров, каких-то датчиков, проводков, трубочек медных. Но это так только кажется. На самом деле он просто, ну, как, например, старый советский холодильник. Все знают, какие они старые советы. Вот эти пузатые еще такие были. Они даже до сих пор работают. Настолько они надежны. Вот это то же самое. То же самое. Те же самые части. Без всякого компьютера, контроллеров, всяких сложных микросхем. Которые тут не нужны. И только усложняют всю конструкцию. Ну, заводские там они так и делаются, правда. Но для самодельщика это не надо. Тут, я уже как говорил в той серии видео про, как сделать это. Тут только четыре рабочих части, которые нужны для работы теплового насоса. Все остальное оно, это компрессор, конденсатор, испаритель и ТРВ. Ну, холодильника заместо ТРВ это капиллярная трубка. Она ту же самую роль исполняет. Но на больших холодильниках, там, таких промышленных, там уже тоже ставят ТРВ. Он может приспосабливаться к разным режимам работы. Так, про шум я сказал. Давление температуры. Сейчас посмотрим поближе, что у нас тут под давлением. Вот у меня давление испарителя до компрессора 4,5 бара. Это крайняя синяя шкала. Тепловой насос работает на R22. Самый такой оптимальный фреон для самодельщика. Он работает, этот фреон, с этим минеральным маслом обычным. С ним проще всего. И теплофизические свойства у R22 отличные просто. Очень подходят для теплового насоса. Именно теплового насоса. Дальше. Давление в конденсаторе. Это после компрессора. 18 бар. Ну, почти. Почти 18 бар. Крайняя красная шкала. Так, теперь температура. Температура компрессора и выходящих из него паров фреона. Это 77 градусов. Ну, 77, 80, 85. Это для высокотемпературного компрессора кондиционерного. На R22 это нормальный режим работы. Где-то вот так. 77, 80, 85. Термореле у него внутри, там в голове компрессора стоит термореле. Оно выключает компрессор при температуре 120 градусов. Так, что до 80, 85 и даже 90 можете спокойно его доводить. Ничего ему не будет. Дальше. Температура из скважины. Сейчас у меня 11,6, 11,7. Но это что-то чересчур. Обычно тут 11,1 идет. Это, наверное, что сейчас тепло очень на улице. Вообще сейчас тепло так, я не знаю, ноябрь месяц. И такое аномальное тепло стоит на улице. Ну, почти 20 градусов. Это вообще, я такого давно не помню. Это температура уходящей воды в скважину. То есть охлажденной. Ну, она обычно, например, на 3 градуса ниже за вот эту. Сейчас она повышена, потому что, я так думаю, сейчас в веранде 20 градусов. И вот эти трубы, они немного подогреваются. Вот вы видите, какой конденсат сейчас на них. Они все мокрые. То есть вода пока доходит до низу по этим всем кольцам. Она на этот градус примерно и нагревается. Температура в системе и в теплоаккумуляторе 32,6. Ну, у меня обычно я его грею, где-то стараюсь держать так вот 28 до 35 градусов. Вот эту вот температуру. Теплоаккумулятор, он быстро не дает упасть на 400 литров. Это тоже я показывал там в серии видео. Не дает упасть температуре быстро. Она долго, очень долго и медленно падает. Хотя циркуляционный насос работает на третьей скорости у меня постоянно. То есть тепловой насос выключается, а циркуляционный насос гоняет по системе с теплоаккумулятора воду постоянно. Он никогда не выключается. Кто-то может сказать, что 32, 35 градусов. Этого мало для системы отопления. Ну, я вам так скажу. Да, это у меня было мало, пока я не поставил дополнительно... Раз, два, три, четыре. Еще дополнительно. Ну, каждую комнату я добавил по метровому стальному радиатору 22 типа. По метровому. И этого оказалось достаточно. Температура сразу повысилась в доме. То есть, чем ниже температура, тем больше вы просто добавляете радиатору. Если вы не хотите уже, конечно, там срывать пол и делать теплый пол. Потому что теплый пол и тепловой насос это идеальное такое соотношение, идеальная система, когда тепловой насос работает именно на теплый пол. Там ниже температура надо, соответственно, ниже давление, выше коп. Ну, все выигрывают от этого. Вот. А если не хотите, то просто доставьте радиаторов больше, там, добавьте. И вам это и 35 градусов, вам вполне хватать будет. Ну, если у вас, конечно, утепленный дом. Вот это вот самое главное. У меня тоже про это есть видео на моем канале, там, что надо утеплить сначала дом. Ну, смотрите, я там это объясняю. Вот. Дальше. Температура, давление, смотровое стекло. Смотровое стекло, я не знаю, тут вы ее увидите или не увидите. Попробую показать. Оно у меня тут немного... Ну, вон оно. Я не знаю, что там видно. Ну, короче, в смотровом стекле должен быть чистый фреон, без пузырьков, не сконденсировавшегося фреона, без пены какой-то там, потому что ТРВ рассчитанный прокачивать через себя, пропускать именно жидкий, чистый, сконденсировавшийся фреон без воздуха. Ну, понятно, если пропускать через форсунку жидкость, там будет воздух, там будут рывки, удары, это неправильно. Поэтому на это надо обратить внимание. То есть он должен быть нормально охлажденный. Тогда он сконденсируется. Так, теперь, смотровое стекло сказал, подогрев компрессора. Подогрев компрессора надо организовать обязательно, потому что компрессор кондиционерный, высокотемпературный, он так сделанный, чтобы включаться и работать в жару, летом. Это же кондиционерный компрессор. То есть плюс 30-35, вот тогда запускают кондиционеры. В заводских вариантах, там кондиционеров, тепловых насосов воздушных, то там вот здесь вот внизу самого компрессора, где вот этот вот клапанный узел, там картер, масло, масло там стоит, там такой ремешок обматывается низ компрессора, ремешок ТЭН. И он чуть-чуть подогревает компрессор перед запуском, чтобы он теплый. Масло разогрелось. Для него это очень важно, чтобы запуститься не холодным. А я это организовал, вот у меня идет кабель, и там под компрессором, компрессор стоит на таких как бы колодочках, сантиметров по 8, на трех, там три опоры и между ними пустота под компрессором. Я туда поставил лампочку на 60 ватт. Она у меня работает, включена лампочка всегда, когда не работает тепловой насос, когда не работает компрессор. То есть компрессор выключился, лампочка включилась. Компрессор включился, выключилась лампочка. То есть вот здесь вот температура вот эта от компрессора у меня при включении компрессора где-то 35-40 градусов всегда есть. Даже если в веранде там плюс 5, плюс 7, плюс 10. На это тоже надо обратить внимание. Плюс я еще там тогда не показывал. Приделал вот такой вот кулер сверху. И вот компьютер обычный кулер, 120 на 120. И он дует отсюда. Сейчас компрессор 78 градусов, 77-78. И он таким нормально так дует теплым воздухом. Ну, лучше охлаждается компрессор, во-первых. А во-вторых, в веранде намного комфортней. Так он не будет давать ни зимой. Сильные морозы опускаться очень низко в холодной веранде. Вот, ну что, тут у меня окна везде. Вот, тут много стекла. Отопление тут делать нет смысла. Веранда не жилая. Вот, про это тоже сказал, да? Подогрев компрессора. Ну, по шуму сказал. Ну, вроде бы все сказал. Вот, короче, делайте тепловые насосы. Тут ничего сложного нет. Это очень простая конструкция. Очень эффективная. Вот, это реально самое дешевое отопление. Ну, я очень доволен, что я его сделал. Вот, сразу честно вам скажу, что ветряком я не очень доволен. Потому что он меня, так сказать, уже немного подзамучил. То то, то другое. Что-то переделываю постоянно. А толку с него я сколько с того ветряка, ну, не имею. Сколько с этого теплового насоса. И тут все оказалось проще намного, дешевле. А эффекта в разы, в разы, в разы больше. Вот, ну, вот как-то так. Если что-то забыл сказать, какие-то вопросы возникают по изготовлению, там, спрашивайте в комментариях. Постараюсь всем ответить. Вот, не бойтесь делать то, что не умеете. Ну, вот и все. Наверное, на этом я завершу это видео. Еще покажу, когда-то похолодает, будут морозы, тоже покажу. Как он работает, какая температура в доме, все, сколько он накачивает. Ладненько. Всем пока.